Всем привет! Сегодня я хотел вам рассказать про Dependency Injection и фреймворк, с которым я поработал, которым я понравился под названием Bloodmagic. Расскажу, что такое зависимости, что такое внедрение зависимости, какие плюсы мы получаем при их использовании и почему именно я выбрал этот фреймворк. Так, в зависимости, допустим, мы пишем простое приложение, которое показывает погоду на стандартном МВЦ. Вот у нас есть ViewController и то, что нам нужно отобразить. ViewController должен откуда-то получить данные с погодой. У нас появляется сервис. Сервис — это некая сущность, которая поставляет нам данные о погоде. В коде это выглядит примерно так. То есть у нас в ViewController, скажем, есть VueDidload, в котором мы дергаем сервис, получаем в блоке ответ с данными. Это и есть наша зависимость. Стандартное решение, что обычно используется, — это Singleton. То есть мы дергаем SharedInstance, у него запрашиваем данные. Это неявная зависимость. Какие у нее минусы? Во-первых, мы прибиваем ее гвоздями в наш ViewController, и у нас нет возможности ее заменить, если нам это нужно. Во-вторых, другой разработчик, если будет смотреть, скажем, в header файл, не поймет, какие зависимости нужны для ViewController для того, чтобы он работал. И не сможет сразу понять, что это. И в-третьих, допустим, если нам нужно протестировать, и мы хотим закинуть туда какие-то моки с нашими данными, с заглушками, тоже не сможем это сделать. Нам придется мокать SharedInstance, переписывать. Один из признаков неявных зависимостей — это пустой интерфейс ViewController. То есть мы просто его подключаем и не видим, что ему нужно. Решение таких проблем — это Pattern Inversion of Control, инверсия управления. Идея в том, что наш ViewController должен быть сконфигурирован снаружи каким-то сторонним сервисом, и все зависимости должны быть ему переданы для работы. Тогда у нас в хедере появляется property, чаще всего ее ставят по протоколу, но можно делать по классу, для того, чтобы можно было передавать разные типы наших зависимостей, наших сервисов. Чем полезен Inversion of Control? Он повышает читаемость кода, он позволяет вставлять сервисы с заглушками и упрощает тестирование. Дальше я хотел показать код. Да, да. Так, у нас есть наш ViewController. У него есть weather-сервис, который работает по протоколу. В протоколе один метод — это получить данные о погоде. И есть два типа сервисов. Это стандартный, который получает данные по запросу, и локальный, который загружает наш локальный файл с JSON, который здесь прописан, и отдает нам данные. Сейчас я его конфигурирую в Application Delegate, то есть перед стартом я задаю класс сервиса. То есть если я запущу сейчас, откроется симулятор с настоящими данными. Если мне нужно для отладки передать какие-то другие, достаточно поменять одну строчку, и у меня будут заставлены данные мои локальные. Это полезно. Например, я могу сделать несколько схем для отладки приложений и конфигурировать все мои данные. Мне не нужно ждать, пока, скажем, ребята из бэкэнда доделывают какой-то API call для того, чтобы под него разрабатывать. Но, согласитесь, писать, конфигурировать каждый так сервис руками довольно неудобно в коде. И тут на помощь нам приходят dependency injection фреймворки. Я вот выбрал Bloodmagic. Есть ссылка на GitHub. Ставится через поды, то есть все удобно. Как это выглядит? У нас есть Bloodmagic initializer. Это такая сущность, в которой мы выставляем класс, в который нужно проинжектить. В данный момент это view-контроллер наш. И ставим протокол, по которому нужно сделать инжект. При этом у нас есть еще initializer. Это конструктор, в котором мы можем указать, скажем, нужно ли нам каждый раз новый сервис отдавать, либо можно сделать singleton тот же и отдавать его каждый раз один и тот же. Далее мы его регистрируем. Теперь Bloodmagic автоматически, если увидит протокол, по которому идет совпадение, заинжектит ту сущность, которая нам нужна. Синтаксис Bloodmagic простой. У нас есть property-класс, container-класс и протоколы. Property-класс — это, если мы делаем инжект протоколы по какому-то типу, можем передать им по какому-то классу. Container-класс указывается тот, в который мы хотим проинжектить. По умолчанию и там, и там у нас NSObject. То есть если мы не будем трогать container-класс, во все классы с нужным протоколом проинжектится наша сущность. Initializer — просто блок, который мы передаем. При этом в блоке, если мы посмотрим, там сендером является тот класс, в который мы инжектим. То есть мы можем посмотреть его поля и в зависимости от этого принять решение, что нужно инжектить. Для того, чтобы Bloodmagic заработал, нам нужно у класса поставить протокол bminjectable и наши property объявить как dynamic в файле имплементации. Сейчас покажу, как он работает. Наверное, не покажу. Ладно, я залью на GitHub, сможете потом посмотреть. Расскажу про другие DI-фреймворки пока. Самый популярный сейчас dependency-rejection-фреймворк Typhoon. О нем есть много информации, есть серия статей на Хабре, есть доклад от ребят из Rambler. Что он нам предлагает? У него есть два способа работать с ним. Первый — это конфигурация зависимости на уровне SMLI. То есть у нас есть фабрики, из которых мы получаем все объекты. И в этих фабриках мы конфигурируем все зависимости, ну, все дерево зависимости. И есть автоинжекты, которые работают как в Bloodmagic. То есть мы по классу или по протоколу автоматически инжектим наши инстанции. Что мне понравилось очень в Typhoon? В Typhoon удобная аннотация. То есть мы можем в нашем хедере объявить через macros-injected protocol то поле, которое нам нужно инжектить. И довольно легко читается все после этого. И в SMLI есть поддержка скоупов. То есть мы можем указать жизненный цикл объекта. Это будет граф стандартный, это будет singleton, lazy singleton. Такой же только инициализируется при первом обращении. И слабый singleton в случае, если у нас нет обращения к этому инстансу, он уничтожается. Опять же, плюсы и минусы. У Typhoon удобная аннотация, поддержка скопов и большой достаточно развивающийся комьюнити. Из минусов довольно большие накладные расходы при работе через SMLI. А в автоинжектах у нас нет возможности выставить условия по контейнер-классу, куда инжектить. Есть еще один фреймворк Objection. Он второй по популярности сейчас. У него тоже есть GitHub, сайт. Это довольно хорошая информация. Мне в нем не очень понравился синтаксис. То есть он выглядит так. Мы никак не маркируем property, в который мы инжектим. Они предлагают писать это комментариями. И при этом инжекты делают с помощью макросов Objection Requires. Либо по именам, либо по селекторам можно писать. У него из плюсов есть поддержка скопов, есть довольно большое комьюнити. Из минусов это синтаксис, отсутствие нотации. И опять же нет возможности выставить контейнер-классы для автоинжектов. Если есть какие-то вопросы, могу ответить. Добрый вечер. У меня вопрос по фреймворку, который вы использовали. Я лично использую Typhoon. У меня вопрос касательно storyboard и тому подобного. Каким образом происходит инжекшн в контроллер, который создается через storyboard? Потому что в Typhoon есть для этого функционал специальный. А в других фреймворках, честно говоря, не знаю. Да, я пробовал с Typhoon делать инжекты через storyboard. Если пользоваться автоинжектами, это не нужно. То есть вью-контроллер, создающийся через storyboard, в него также происходят автоматически все инжекты. Понятно. Спасибо. Привет. Спасибо за доклад. Вопрос, собственно говоря, какие преимущества ты для себя видишь Bloodmagic перед тем же Typhoon? Почему ты используешь именно Bloodmagic? Основное преимущество в том, что я пользуюсь только автоинжектами. То есть через SML я не работал. И основное преимущество в том, что я могу указать условия по контейнер-классу для инжектов. То есть, скажем, для какого-то класса, для одних вью-контроллеров у меня будут настоящие данные, ну, сервисы, которые возвращают настоящие данные, для других стабы локальные. В Typhoon я не нашел возможности это сделать. Там на самом деле тоже можно делать через настройки. Ну, как бы есть функционал. Спасибо. Спасибо за доклад. Такой вопрос тоже. Насчет в Typhoon, в Assembly, кажется, легко довольно дебажить весь контекст, который инициализируется при Dependency Injection. Как с этим стоят дела в Bloodmagic? То есть, если я захочу, например, ну, допустим, у меня есть контекст, который хранит все синглтоны, которые инжектируются в другие классы, как-нибудь я могу проинспектировать в дебаг-режиме весь контейнер этих синглтонов? В Bloodmagic нет графа Dependency, как в Typhoon. То есть, мы там отвечаем за жизненный цикл сами. У нас есть просто блок, который вызовется для инициализации, и все, дальше над ним нужно строить свое. Но ведь вы показали там то, что есть регистр initializer, то есть, можно действительно как-то синглтон назначить, который будет всегда жить и всегда будет инжектироваться один и тот же инстанк. Регистр initializer — это просто условие, ну, то есть, это объект BM initializer. У него есть условие, по какому протоколу мы инжектируем и в какие классы мы инжектируем. И дальше есть блок, из которого мы должны отдать, ну, который дернется, из которого мы должны получить то, что мы будем инжектить. И все, дальше мы свою логику над ним уже строим. Хорошо, спасибо. Так, есть еще вопросы? Да. Я могу так сказать. Да. А вот все примеры были на Objective-C, а есть ли эти проявления уже сфиксированы? Тайфун точно есть, Objection, по-моему, есть. Bloodmagic не смотрел, может быть, есть. Я на Objective-C пишу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.